Всем добрый день! Сегодня мое видео посвящено ревизии своих запасов чистящих средств, средств для стирки, разных уходовых средств для мебели, для полов. В общем, посмотрите, стиральных порошков, всяких пятновыводителей, капсул стиральных. В общем, хочу понять, в каком масштабе у меня все это находится и, может быть, что-то нужно подкупить. Давайте вместе приступим. Я обложилась тут со всех сторон баночками и бутылочками. Оказалось, конечно, очень приличное количество. Хотела я, конечно, снять разные еще другие средства. Поэтому сразу скажу, что средства для мытья посуды, всякие разные влажные салфетки для поверхности у меня не поместились в этот обзор. Так, и что еще у меня? Дезодоранты, освежители воздуха тоже у меня не поместились. Поэтому начнем пока со средств для стирки. Начну с гелий. Есть у меня вот такой вот большой объем, 3 литра. Но здесь немножко не хватает. Я уже начала эту бутылку. Это ласка для темного, которая для черных вещей. Вы знаете, гель для стирки. Вот, она не совсем полная. В принципе, тут, наверное, еще больше, чем 2 трети осталось. Буду выстраивать по габаритам. Еще вот такая у меня связка. Я так еще не начала вот эти вот гели для стирки Ариэль Калор. Здесь 2 по, почти по 2 литра. То есть почти 4 литра вот этого геля. Я очень его хочу попробовать. В общем, стоит этот запасик у меня. Очень я рада этому. Вот, и, конечно, это средство сейчас очень дорого стоит. Причем, хочу сказать, все эти средства куплены до подорожания. Еще ничего не покупала. Поэтому как раз и делаю ревизию, посмотреть, в каком количестве у меня находится. Следующий гель для стирки у меня вот такой. Это с фикс прайса, по-моему. Бимакс ароматерапия. С таким цветочным ароматом. Знаю, что есть еще для пятен. Это у меня ароматический. Очень, по-моему, второй раз я такой покупаю. Мне очень нравится. Так, еще один гель для стирки. И, наверное, последний. Это вот персил. Премиум гель. Какой-то такой зелененький тоже. Новое поколение частоты. Здесь сколько? Написано 18 стирок. Литр 17. В общем, даже я не знаю, как так ставить, чтобы у меня все они поместились. Вот, то есть, получилось у меня пять гелей для стирки, да? Больше у меня нету. Но, в принципе, объем хороший. Я думаю, пока бежать никуда не надо. Кроме геля, у меня есть еще порошки. Есть вот два одинаковых концентрированных порошков от Фаберлик, которые замещают 3 килограмма. Вот такой маленький пакетик. Я пользуюсь по ложечке. На стирку как раз хватает очень надолго. Вот второй такой же. И еще у меня один начатый в расходе. Я уже начатый не стала приносить. Так, следующий порошок у меня вот такой. Это сделано в Корее написано. Тоже концентрированный. Тоже написано, что 1 килограмм этого порошка замещает 3,5 килограмма любого другого. Это суперконцентрат. Вот с каким-то тут, с новой формулой, да. Так, еще у нас есть в расходе начатый Бимакс порошок большой. Тоже, наверное, там килограмма 3, но я открытые сюда не несу. Так, и еще у мужа моего, вот он любит вот такими пастами стирать, мой щекрем Ландыш с ароматом Ландыша. Здесь полкило этой пасты. У него два дома таких вот. Здесь вот целых два. Еще у нас начатый есть парочка, там тоже у него какая-то начатая. И еще он сказал, что в гараже штучек 5. Представляете, у меня, оказывается, муж тоже очень запасливый. Да, молодец тоже. Хомяк-хомяка видит издалека. Так, немножко отъедем. Я думаю, хомячки меня поймут. Многие тоже, конечно, запаслись всякими средствами. Но я, на самом деле, не предвидела, конечно, такой ситуации, когда эти все запасы станут такими актуальными. В общем, так получилось. Следующий покажу капсулы. Вот это какие-то белорусские вроде капсулы. Продавались в светофоре. Здесь 63 капсулы разного размера. Вот такие зелененькие и красненькие. Но они у меня, конечно, уже достаточно старенькие. Сейчас буду усиленно ими пользоваться. А то они уже начали как-то таким небольшим налетиком покрылись. Ну, не знаю, от чего. Может быть, влажность. И еще у меня есть коробочка вот таких капсул Ариэль. Здесь 10 штук, что ли, написано. Да, 10 вот. Так, это я, по-моему, фикс прайс покупала. Да, наверное. Уже ставить некуда. Вот. Хочу вам показать еще очень много другого. Как оказалось, кондиционер у меня только один. Последний. И вот кондиционеры я пойду покупать, наверное. Но, может быть, не скоро. В принципе, вот этой бутылочки мне тоже хватит достаточно надолго. Это от Куалиты. Куалиты. Только вот почему-то мыла нет. Ну, и прокладок женских тоже нет. Остальное все лежит. Так, еще покажу пятновыводитель. Вот это последняя покупка из фикс прайса. Я покупала Бимакс. Новая новиночка. Вернее, Орлианский жасмин. Так, здесь сколько? Полкило такого добра. Тоже. И еще у меня есть пятновыводитель из светофора. Ну, он как отбеливатель пятновыводитель идет. Вот такой. И тоже, кстати, нормальный. Я уже не первый раз. Вот здесь 800 грамм. Тоже такой покупала уже когда-то. Это повторная покупка. Так, сейчас я посмотрю. Вроде бы. Вроде бы, вроде бы. Так, в общем-то, все. Еще у меня есть вот такой от Фаберлик. Спрей пятновыводитель. И остаточки совсем там на донышке жидкого. Тоже от Фаберлик. Ну, вы, наверное, знаете. Уже остаточки я не стала приносить. Так, теперь покажу средства для унитазов. Есть у меня такой вот Фрош. Очиститель, да, с ароматом малины. Здесь находится 750 мл. Очень большая такая хорошая упаковочка. Приятный аромат. Я прям рада была, когда она в Магнит Косметик появилась со скидкой. Я сразу же ее взяла. Также мне очень нравится от Фрош аромат лимона. Тоже вот бутылочка такая же точно. Только уже зелененькая. Обожаю Фрош. И еще вот есть. Ну, тут я взяла, конечно, ну, почти целая, можно сказать, от Синергетик. Взяла, потому что написан аромат пихты и кедра. Обожаю этот аромат. Тоже купила в Магнит Косметик такое средство. Что у меня еще есть. Так, сейчас я посмотрю, что можно использовать для унитазов. Еще вот такое, да, средство есть. Но я не знаю, в каком качестве я буду им пользоваться. Это белизна из Фикс Прайса. Тут тоже можно пользоваться для очистки унитазов. Посмотрю пока тоже, в каком качестве буду использовать. Так, вроде бы для унитаза все закончилось. Давайте покажу вам два вот таких вот средства. Это Санфор антизасор для труб на кухне первый. Тут 5 минут, и все засоры исчезнут. Вообще, тоже покупаю не первый раз. Вот килограмм здесь такое. И есть, это было для кухни. Вот есть такой же для ванной, только синенький. В общем, у меня их по одному. Я очень тоже рада, что у меня они как раз есть. Я думала, что все, у меня все закончилось. Но нет, сегодня оказалось, что все у меня на месте. Еще у меня есть вот такое средство. Точно не я покупала. Может быть, муж покупал. Белизна. Красная цена. Это, наверное, так. Вот такая вот. Но я ее беру. Белизной я как-то редко пользуюсь. На самом деле, не знаю почему. Ну, в общем, пока вот так. Следующее мое средство для мытья полов у меня два. И они одинаковые абсолютно. Вот такие два частина. Так. Ну, второй у меня неполный. Вот так вот. Ставить не буду. Ну, как бы вот еще чуть меньше половины осталось. Мне очень нравится здесь аромат розы. Очень классное средство. Я прям вот, да, нежная роза написана. Обожаю этот аромат. Когда моешь полы, получаешь, правда, удовольствие. На самом деле, мне нравятся такие средства, когда из такой работы, как бы не очень приятные делают. Приятные. Так, следующее покажу. Чистящие средства. Вот у меня такой от Саниты. Тоже покупала. Этот я в магнит косметик, помню, за 99 рублей брала. Это крем очищающий. Я люблю, когда не гель, а крем. Мне больше нравится. Очень рада, что его купила. Я им уже попользовалась пару раз. Замечательно. Ванну очищает. Белоснежная становится. Аромат зеленого чая лайма. Классное средство. Саниту обожаю. Еще у меня от Саниты есть гель. Уже не крем. Это уже фикс прайс. Ну, по-моему, подешевле стоило. То ли 77 рублей еще, когда я покупала. Вот такой гель-очиститель ржавчины. Да, изысковый налет очищает. Мыльные разводы, плесень, жир, въевшуюся грязь. Это тоже буду для ванны использовать. Потому что для ванны у меня больше ничего нет. Только вот два вот этих вот. А, ну, есть еще. Мне, кстати, подарили вот такое вот средство. Обожаю тоже фрош. Это чистящее молочко с ароматом апельсина. Никогда не видела такое в продаже. Но это вот, видите, в Азоне покупали. Супер вообще. То есть вот у меня еще прибавилось третье. Очень этому рада. Еще вот фикс прайс покупала. Такое средство. Вот, видите, я тоже. Это я все время, когда вижу чистящий крем, покупаю крем. Потому что, ну, гель, сами понимаете, ну, на любителя. Здесь вот аромат лимона тоже вообще ни разу не пробовала еще. Но я планирую это для очистки плит на кухне, скорее всего. Ну, может быть, если там понадобится для раковин. Может быть, для ванн. Как пойдет. Еще у меня есть отличное средство. Вообще очень рада, что его купила. Я вот не помню, кто разрекламировал вот это. Мне посоветовали тоже в ютубе. Силит бэнк удаление черной плесени. На самом деле незаменимое средство в ванной, вот где затирка у плитки переходит, ну, где-то на стыке с ванной. Там всегда появляется немножко плесень. Потому что вода стоит, бывает. Когда особо не вытирает, ну, так никто. В общем, отлично справляется. Когда побрызгаешь, там минут пять подержишь, и сразу все плесень вообще мгновенно исчезает. Но остается там, может быть, в некоторых местах, где особо сложные какие-то там пятна этой плесени, чуть-чуть будет заметно. А так прям вот нет. Нет, очень хорошо справляется. Это я в Ашане покупала. Ну, у нас Атака называется в городе. Следующее. Есть у меня вот такое средство от Комет. Удаление из исткового налета и ржавчины. Тоже такое классное. Но это уже спрей. Новинка, стойкий блеск. Не знаю. Ну, по-моему, я таким еще не пользовалась. Да, ничего не могу сказать. Следующее средство тоже неполное. Тоже брала по рекомендации кого-то на ютубе. Обожаю это средство. Мне нравится чистить плиту. Такой спрей тоже. Побрызгаешь, оставишь на несколько минут, и потом только тряпочкой удалить остается. Классное средство. В общем, супер. В пятерочке покупала, кстати, по акции. Следующее средство тоже очень хорошее. Уникум вообще. Хорошая фирма. Жироудалитель вот такой. Тоже для плиты у меня будет. Да, вот такая вот бутылочка. Здесь тоже целое. Вот. Отличное средство тоже. Так. Уже ставить некуда. Скоро будет. Еще у меня одно единственное есть средство для ухода за мебелью. Вот такое пронто. Алоэ вера. Тоже, по-моему, в пятерочке брала. Вот такой распылитель у него тоже хороший. Не знаю. Тоже, вот еще, знаете, купила, не пользовалась. Бережно очищает деревянные поверхности. Взяла для шкафов. Вот. Тоже целенькая стоит. Еще у меня есть от Фикс Прайса. Вот такое средство Клин. Мультиблеск. 25 плюс поверхности. Это два в одном. Водоотталкивающая формула. Здесь стекло, пластик, дерево, керамика и кожа. Тоже уже начатая бутылочка. Ну, почти. Да, почти полная. Тоже мне нравится. Еще у меня муж принес вот антизапотеватель. Это мы брызгаем, моем зеркало в ванной. Мне очень нравится. Вообще, у меня муж работает в автомагазине. У него очень много дома тоже запасов автохимии. А еще в гараже там куча. Это просто уже ставить тоже у него некуда. В общем, вы поняли. Хомяк-хомяка нашел, как говорится. Следующее средство показывает. Фаберлик все остальные будут. Это универсальное дебекатериальное средство. Спрей вот такой для обработки ванной, комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных. Честно говоря, ну, не очень поняла это средство. Почти не пользуюсь. Ну, наверное, скоро начну. Что, стоять будет тоже не хочется. Так, вот такой вот спрей-антиналет. Вот, покажу в двух экземплярах у меня. Но я уже, по-моему, такой один истратила когда-то. Вот это повторные мои покупочки. Очень мне нравится. Да, я плитку им чищу в ванной. Очень классная. Прям хорошо налет снимает. У меня муж курит там в санузле. Там, получается, налет на плитке и такой вот от табака, знаете. Вот. Я им, конечно, вот этим спреем спасаюсь. Да, что делать, когда кто-то курит в семье? Это, конечно, всегда плохо. Следующий. Вот новинку еще не успела попользоваться. Купила. Это спрей для очищения ванны, душевых кабин. Хотела сыну отдать, но у него пока там что-то другое есть. У него там стеклянные вот эти двери пластиковые развяжены. Ну, пока лежит у меня, не знаю. Нужно будет ему, если, то, может быть, отдам, а может быть, и себе оставлю. Вообще, конечно, если даже этого количества средств много, то всегда могу отдать сыну. У меня там он один живет, у него там запасов нет никаких. И последнее средство от Фаберлик. Нейтрализатор запахов. Да, вот у нас такие тут вот аннотации написаны. Нейтрализует, устраняет причины. Я, знаете, его купила давно. Ну, ладно, в принципе, подробности неинтересно. Когда вот старый человек в доме тоже вот брызгала. Ну, теперь у нас бабушки нет. Раньше хорошо, вот тоже, знаете, побрызгаете. И очень удалял запахи всякие разные. И теперь я пользуюсь для вот, где у меня лоточки кошачьи стоят. Там бывает тоже запахи разные появляются на кухне. Вот, я им пользуюсь. Ну, и вот на самом деле на этом все. Посмотрите, какая куча получилась. Вот целая такая батарея. Я, конечно, вообще в шоке, как это у меня вообще везде хранится. На самом деле вот всему находится место в квартире. Что-то стоит под ванной, что-то на кухне. В общем, все помещается. Порошки у меня в комнате. Да, еще я много чего вам не вытащила. То, что начато. Ну, в общем, на самом деле я очень рада, что у меня есть запас. Что сейчас в такое трудное время, когда все смели, уже люди покупают то, что есть, а не то, что хочется. И то, что подешевле даже, не всегда хорошего качества, лишь бы было. Кстати, знаете, еще хочу показать вам. У меня вот две такие губки. Не знаю, может, кому пригодится. Если вот вы увидите такие, Фаберлик. Называется универсальная губка нового поколения. Не знаю, есть ли она сейчас, потому что я как бы бросила Фаберлик уже вот с начала года. Вот эта губка очень хорошо удаляет кошачью шерсть с любой мягкой мебели. Отлично просто справляется. У меня таких две штуки новых и одна старенькая. Ее надо мочить и вот проводить по поверхности. Она всю шерсть собирает. Даже с одеждой можно. Такими губочками я тоже, слава богу, запаслась. Единственное, что она, конечно, когда не во влажной среде хранится, то немножко засыхает. И потом ее приходится немножко отмачивать. И она опять становится очень даже работоспособной. Таких вот у меня две. Ну ладно, вот на этом все мои запасы закончились. Вот такая вот гора. Сейчас пойду обратно все это расставлять. Тут полчаса, наверное, отмывала и как бы приводила в божеский вид. Некоторые запылились баночки. Но это хорошо. Там пол помыла под ванной. Замечательно убралась. Сейчас я расставлю все по местам. Вот. Я думаю, такого количества мне хватит надолго. Единственное, да, вот кондиционер для белья, наверное, придется купить. Хотя вот все эти гели для стирки у меня ароматизированные. Может быть и не обязательно. Посмотрю. Пока я, ну может быть, куплю в светофоре, не знаю. Либо в фикс прайс какой-нибудь один кондиционер для белья. Да, вот. И пока мне всего этого хватит надолго. На этом я с вами прощаюсь. Хомячкам всем привет. Я очень рада, что в ютубе начала свои ролики такие выставлять о запасах. Это, наверное, меня сподвигло на покупку всяких разных вот таких средств. И у меня их теперь очень много. Поэтому всем таким же, как и я, особый большой привет передаю. Но остальным, как бы, хочу сказать, что кто вот смеялся, что мы там как хомяки, да, все это складируем в квартиры. Ну вот видите, пригодилось на самом деле. Я, конечно, тоже себя ругала за то, что покупаю слишком много. Но вот, как бы, хорошо, что теперь все это не пропадет, все используется. Ладно. Всем хорошего настроения. Держитесь. Все будет хорошо. Надеемся на это. Скоро станет тепло, лето. В общем, будем держаться. В общем, всем до свидания. Будьте здоровы. Пока.